I have ways of blowing things up. У этой игры, ну не то чтобы проблема, а точно такая же фишка, как и у Spirit of the Fox, of the North, короче, у предыдущей игры, когда заходим в сеттинги, мы выбираем язык, и вот, например, выбираем французский, или выбираем итальянский, и смотрите, что случается, когда выбираем русский, что это за шрифты, что это за шрифты, кто это делал, блин, убейте того человека, кто постоянно портит все игры, честно говоря, если бы не для канала, я бы эту игру ни в коем случае не играл бы на русском языке, ну, как минимум вот из-за вот этого, это просто, это просто отвратительно, согласитесь, такие шрифты, это выглядит страшно, а игра мне нравится, ну, по крайней мере, потому что я о ней видел, я хочу в нее поиграть, короче, ладно, будем выбирать пока что такие компромиссы, на самом деле она мне вылетела просто в рекомендациях в стиме, я посмотрел картинки, посмотрел пару видео в самом стиме, как она выглядит, рекомендации, и захотелось ее купить, я не смотрел на ютубе никаких обзоров, ничего, просто по тому, как она выглядит, поехали, новая игра, поднимаем из глубин, можно мышь убрать, да, вот, спасибо, объявление требуется рыбак Посмотрим, как оно будет по звуку, я ее делал гораздо тише, она изначально громкая была, ну, глянем сейчас с вами Итак, утренний свет слепит вам глаза, и вы пытаетесь сесть, вы лежите на холодном сыром причале, те потеряли сознание прошлой ночью Пора продолжить Нескоростный мужчина громким голосом отдает приказы рабочим, которые сходят с корабля поблизости, наконец он замечает вас Добро пожаловать в большую соль, вижу, ты уже познакомился с острыми скалами нашей бухты, да, эффектное первое впечатление мы на тебя произвели Ты что, не заметил маяк? Он же светил прямо на тебя, ну ладно, рад, что наш новый рыбак жив и практически здоров Твоей лодке здорово досталось, но я попросил местных перенести твои вещи на одну из наших старых судов, но об этом поговорим позже Сейчас лучше освойся, пока светло, поймай немного рыбы, посмотри, много ли успеешь наловить И на всякий случай напомню, что тебе нужно вернуться до заката, пока не пришел туман, не забывай поглядывать на часы, туман штука такая, подкрадется, не заметишь Понедельник, 6 утра, я понял, тут есть, я насколько понимаю, некая загадочность и что-то из Лавкрафта, да, давайте посмотрим Большая соль, так, отчалить, перемещайтесь вперед с помощью W, чтобы развернуться А S? Просто назад, понял Ага, понял, хорошо F, чтобы начать ловить рыбу, ну я так понимаю, что вот здесь надо начать ловить рыбу, да? Ага Так, погоди Треску поймали Супер, это наш инвентарь получается А, это как-то, если я сложу ее в линию, она сгорит или нет? Необычный, необычный двигатель Срок установки 2 часа, стыни рабочие Необычные, так А это я не могу, хорошо, я понял Да нет, я шучу Ага, хорошо А вращать ее можно, не можно, сейчас посмотрим Вращать Отлично, я так Запасы истощены Значит, F, X Время только И ревень идет только, когда вы перемещаетесь Рыбачьте или выполняйте новые, а, в смысле, а уже двина, фига себе, а что так быстро, запасы низкие, мелкогодье, а можно свет включить, никакого шифта у меня нету, но я на самом деле далеко заплывать не буду, я буду тут еще порыбачен, может быть, нет оборудования, ну, значит, вон там на вход, а, ну-ка, а, это действие, а, прикольно, свежая, свежая, я пока, наверное, не до конца понимаю, трофей, это какая-то особая рыба, интересно, так, в то время, пока люди пытаются играть за Леона, если вы понимаете, о чем я, я пытаюсь размещать инвентарь здесь, возвращаемся, так, таб, каюта, экзотика, экзотики не поймана, соли, штормовые, а, это места ловли, я понял, хорошо, прибрежные, мелководные, простая рыба водится в больших количествах, бросовая репешка, но сойдет, чтобы утолить голод, 28,9 сантиметра, 84, треска, голубая скумбрия, обнаружены две, окей, это интересно, поручение, провести день за ловли рыбы, мэр попросил, ну, мэр попросил, мэр молодец, конечно, вы спускайтесь на причал большой соли, мэр уже ждет вас, а, вижу, море тебя пощадило, хорошо, прежде чем ты отправишься в город, надо решить вопрос с кораблем, так я же говорил, твоей старой лодке здорово досталось, и она не подлежит ремонту, однако, я не против продать тебе выданное нами судно, будешь его хозяином, понимаю, у тебя сейчас туго с деньгами, поэтому оформим это как суду, оформим это как суду, не волнуйся, я не хочу усложнять тебе жизнь, пока не выплатишь долг, я буду забирать у тебя малую часть выручки от проданной рыбы, небольшой процент будет идти на улучшение города, словом, тебе нужно будет продавать рыбу для местного рынка, чтобы выплатить долги, накормить жителей, все понятно, продавая рыбу, я буду гасить долг и помогать городу, а где можно продать рыбу, наш местный торговец рыбы будет оценивать и покупать твой улов, его лавка открыта круглые сутки, что ж, ступай, продай улов, пока он не стух, а, и такое возможно, торговец рыбой, заходите в грязную лачуку на окраине рынка, в нос ударят знакомый запах рыбы, над загруженностью над прилавком мужчины, сонуют мухи, то есть, ну, рыбак, значит, быстро они нашли замену, что случилось с предыдущим рыбаком, он, скажем так, чтобы тут выжить, нужен определенный склад характера, такая жизнь, она не для всех, мне вот это сейчас напоминает, кто видел мульт Санта, вот, я думаю, вы немножечко поймете этот вайб, ладно, к делу, я плачу за рыбу, и чем она крупнее, тем больше денег ты получишь, и, да, некоторые виды стоят дороже, на других островах другие цены, но раз уж на этом за тобой висит должок, я советую сперва погасить его, ладно, посмотрим, что у тебя там, продать, F, так, это 10 баксов, 10 баксов, 11, 9, 9, 12, потому что что-то крутое, да, трем, груз, повреждений вроде нету, хорошо, нас ждет вас у лавки торговца с рыбой, приятно видеть такие старания, с тобой голод нашему городу точно не грозит, поручаем, ну, смотри, я нашел эту, эту пристань, думаю, тебе пригодится, забирай, а ты что у нас вообще? Причудливая деталь можно пустить на разработку нового оборудования, но для этого сначала ее нужно исследовать в порту, ну, допустим, о, вот еще что, наше местное корабельное отдел мастера поняла, что может улучшить твой корабль, загляни к ней при возможности. Ого-го-го, вот это суровая женщина, вы входите во двор, видите корабельных дел мастера, которая чинит поврежденный корпус, она быстро пробегает по вам взглядом, затем возвращается к работе, вот, кстати, что, наверное, имелось в виду, что время не идет во время разговоров, ну, то есть, логично, спасибо. Это, кстати, как в дискоэлизиуме, что ли, ладно. Ты, видимо, новый рыбак. Так, интродакшн, ночевочка приехала. Я могу улучшить у себя твое судно. Только учти, я за это спасибо не работаю, и всегда беру деньги вперед, к тому же на установку требуется время. Вот еще что, если побьешь корабль о камне, или еще как повредишь, я могу его залатать, по большей части. Она пожимает плечами и указывает на корпус уток, который пытается починить. Несколько ли досок на нем все значительно выше ватерлинии, потрескались и поцарапались. Осмотрись, но помни, что чем больше оборудования, тем дольше его устанавливай, так что планируй все заранее. А как мне его исследовать в порту? То есть не у тебя. Так, давайте посмотрим, что это такое. Простая рыболовная удочка. Срок установки 2 часа, состояние рабочее, скорость ловли 35%. На эту хрупкую, давшую виды, удочку можно поймать только самых маленьких рыбок. Это мои места установки, я так понимаю, да? Да. 35. 10%. 40%. 150 баксов, кстати. Но не 95. Режим ремонта. Я могу, кстати, второй видитель себе поставить. Они тоже посадки стоят, блин, а мне 5 баксов не хватает. Старый ржавый, на таком далеко не уплывешь. А у меня... Деверь как-то... Как-то необычно настроили, чтобы с ним... Чтобы с ним не проделали, это прибавило ему мощности. То есть он чуть получше, да? 14 узлов они делают. А эти по 10 узлов. То есть такой же, как... Не, ну не такой же. Ясно. Освещение. Замкнутые линзы. 180. Что так дорого? Все. Так, хорошо. Я тебя понял. Но мне, в принципе, наверное, нечего. Исследование. Вот. Вот это интересно. Одну деталь. Они у меня... Так. Ловушки, сети. Двигатель. А! Компоненты! О-о-о! Вот что мне дали. Это компоненты для исследования. Все. Я теперь понял, что это такое. Я могу на... Гидравлическая лебедка. Скорость село плюс 50%. Тип. Рыбы океанские. Прибрежные. У меня удочка на прибрежные и мелководные. Я понял. Ловушек у меня нет, сети у меня нет. Я могу движок, кстати, качнуть на одну. Плюс 15. Узлов. Двигатель с улучшенной конструкцией винта. Хорошо. Выбор для тех, у кого туго с деньгами. Давайте, да. Тогда качнем сейчас двигатель. Интересно, это только на этот двигатель или же... Ну, тут две детали надо. На лебедку я бы плюс 50 потратил, но это океан. Ну, короче, ладно. Двигатель это тема. Тут превосходный навесной двигатель. С двойным винтом. Тут три нужно. Скорость. Плюс 35 узлов. Получается... Продается. Погоди. А вот это что? Реактив. Относительно новой конструкции двигателя пропускает воду через систему гораздо... Плюс 9 узлов. Так, хорошо. С этим надо разбираться. Это интересно. Долг за корабль. Остаток... 33. Ну, идем спать. Проснуться можно, кстати, и среди ночи. Если ты... Я так понимаю, если поставил какие-то... А можно мне сразу долго дать? Чем могу помочь? Хочу платить часть долга. Разумеется, сколько хочешь оплатить. Все. Восхитительно. Так, чем я еще могу помочь? Хочу спросить... Спросить в других местах поблизости. Конечно, интересует... Погодите, я купил корабль. Требель за 33 бакса? Серьезно? Хребет дьявола. Штормовые скалы. Ну, давай штормовые скалы. Ну, тамошний основной порт называется Ингфил. Он находится прямо на пути к скалам. Его не пропустишь. Это город китобойного промысла. Но в последнее время новостей тут приходит мало. Думаю, многие жители из него разъехались кто куда. Расскажите о других местах. Звездная бухта. Весьма популярное место у туристов. На самом атолле есть курорт, построенный на вершине красивейшего кораллового рифа. Там наверняка водится самая разная рыба. Не хочешь испытать свои удочки? Рассказать о других так. Лохматая коса. Тут особенно рассказывать не о чем. Это просто скопление переплетенных ветвями деревьев. Там часто стоит густой туман. Даже днем, если соберешь туда без хороших ламп и умения ориентироваться, тебе не обойтись. Ага. Хребет дьявола. Да. Место. Прелюбопытнейший действующий вулкан прямо посреди города древних руин. Однако не советую туда плыть. Руины находятся близко к поверхности воды и наверняка пробьют тебе корпус. Не говоря о том, что в любой момент может произойти издержание вышеупомянутого вулкана. Здесь иногда нужно услышать его рокот. Хорошо. Так, что случилось с предыдущим рыбаком? Предыдущим рыбаком был крайне ненадежный тип. Выходил в ночь, возвращался без рыбы и ложился спать на весь день. А еще моряк из него был никудыжный. Я ничуть не преувеличивал. Постоянно наталкивался на рифы даже при свете дня. Представляешь, у корабельных дел мастера едва хватало досок на ремонт. Да, он никуда не годился. Однажды вечером ушел в море, так и не вернулся. Скатертью дорожка, уж мы по нему скучать не будем. Так. А это не звучит, как будто он был вампиром? Мой трюм. В смысле снять? Да, я потратил... Спасибо. Так, каюта, сообщение. Мэр быстро идет по пружинственной походке, похожим в хорошем настроении. У меня чудес новости. Большая соль расширяется, и ты сыграл в этом не последнюю роль. Вскоре нам точно повалят люди. Более того, я выдал корабельных дел мастеру разрешения на расширение верфи. Старый сухой ток снова работает. А еще я выделил немного денег на улучшение работы торговца рыбы, и, возможно, скоро он с тобой насчет этого поговорит. Так держать мы, рад, что ты решил остаться с нами. Вообще-то там, в принципе, один день прошел. Ну ладно. Это мой сухой ток. Здесь мы можем существенно улучшить твое судно. Можем освободить тебе больше места, сделать новые навесы для крепления оборудования, даже корпус поменять на усиленный. Для всего этого понадобится немало материалов, досок, металлолома и прочего. Где в них взять? Вдоль берегов можно найти довольно много приличного в останках от кораблекрушения. Ага. И тому подобное. А уж с их погруз на борт, я думаю, ты как-нибудь разберешься. Материал для улучшения можно оставлять у меня. Они никуда не денутся, так что не волнуйся, если найдешь только часть нужного. Ох ты ж, йоты, ма йоты. У меня чайки для удочек, для сетей, две чайки для... Я щас новый корпус. Ах, копать-колотить. Поехали. Поехали рыбачить. Я не пойму, ускорился я ли я немножечко или нет. Ну, ладно. Вон, кстати, еще один городочек. Можно будет куда-то заглянуть туда. Насчет ламп... Возможно, это все... Так, тут я не могу рыбачить, да? Да. Х, кто это придумал? Ну, в принципе, логично, что Х, но кто это придумал? Ф, давай. Ага. Пока у меня там нету второго двигателя. То можно накидывать и таким образом. Блин. Ну, ладно, давай так. Отлично. Бонусная всегда хорошо. Дождь пошел. Посмотрим, как оно все будет. Так понимаю, что я пока что вылавливаю вот эту маленькую местную акваторию, а там посмотрим. Просто копим денежку на дальнейшее. Ага, буква ЗЮ, которая... Это подороже. Оп. Попа. Попа. Тут мы уже тоже все стыщили Так, нам пора бы закругляться Надо понять время Да, лампы нам нужны Я чувствую, что Потом это будет очень опасно То есть, пока что нам дают просто Офигеть, какой туман Вторник, день и второй А глаз этот, это что у нас? Пойдем к торговцу У меня есть специальный заказ от одного покупателя Если сможешь его выполнить Расскажи про заказ Мне заказали одну камбалу и одного серого угля Просто принеси, если поймаешь Чтобы поймать, тебе надо Удочка для ловли мелких рыбы Корабельный делмастер может подобрать подходящую Так, я могу Это Тип рыбы прибрежная Мне нужно для мелкой рыбы То, чего я не умею ловить Все, хорошо Поехали к корабельному Длюмастер Так, ты у нас для мелководной рыбы Для мелководной 40 Я возьму сразу Большую Ну, типа, хорошую Скорость установки 3 часа Скорость установки 2 часа Ну, просто скорость слова 10% Скорость слова плюс 40% Блин, эта улочка так станет криво Ну, ничего не поделаешь Так, у меня еще 50 баксов осталось 200 200 Они прям хорошие стали Так, лампы Опять же, лампы Все пока что Назад в город Мой трюм Погоди, ты у нас для прибрежной рыбы Ты у нас для мелководной Так, так Каюта Поручение Рыба на заказ Мне попросили помать Торгают с рыбой Одну камбалу Ну, хорошо Я, в принципе, понял Давайте отдыхаем Ступенек, ведущий к маяку К вам приближается Сгорбленная женщина Она остановится на некотором расстоянии И смотрит на вас С беспокойством И заметной настороженностью Зачем пришел? Я хочу баловать здесь рыбу Для таких, как ты, здесь больше нет Ничего интересного Лучше не утруждай себя И сразу идти дальше Развращивайся Шаркает обратно по тропинке Идущий к ним Ну, в принципе Ладно, что-то хуже Эээ Дебят, не надо Ты, в случае, не собираешься на восток Эээ В сторону малой соли Не передашь этот сверток докеру Будь так добр На восток Эээ Ну, давай С него капает С него немного капает А, хорошо Докер тебе заплатит за доставку И не тяни, пожалуйста Не хочу, чтобы там все испортилось Если заплутаешь Сверсти с компасом и картой Ну, поехали Это вон туда А карта Да, мне сюда Большая соль, малая соль Это вот здесь все Я понял Как раз карту я хотел Посмотреть Доставить сверток Тоже понятно Поехали А на обратном пути Половим мелководную рыбу Я думаю У нас должно получиться Время очень быстро идет К сожалению Прям вот очень быстро Я бы хотел, чтобы оно было Немножко поплавнее Ну, это нас так знакомит С соседним городом В принципе, я ничего против не имею А с Сохранение происходит Наверное, каждый день Да Докер Посмотрите для меня Ну-ка, что там Открывает небольшой колочок Купаков и бумаги Заглядывает внутрь Вам кажется, что он специально Загораживает от вас сверток А, ничего не испортилось Отлично Так, я, наверное, должен тебе заплатить Передает вам деньги 25 баксов Ну, ничего Не дали эту старую книжку Пару недель назад Я внимал, что понял Тебя наверняка больше пригодится Вынимает с кармана Мятую книгу И передает ее вам Несколько страниц В ней загнуто Щадящее рыболовство Киней себе в каюту Может, почитай Пока будешь в море Захочешь поболтать Поехали в любое время Я знаю, как Пару бывает одиноко Тут есть торговец Вы заходите В ярко освещенном магазине Здесь кругом антикварты Антикварята Полкиломенца От ювелирных украшений И побрякушек На вас пристально смотрит Поверх серебряных очков Старик за прилавком Здравствуйте Вы же... А, нет Мы с вами не знакомы Прошу прощения Мои глаза уже не те, что раньше Я занялась антикварятом Ювелирными украшениями Готов купить у вас Особые украшения Если такие найдутся Возможно, у вас есть Что-то интересное И с собой сегодня? Боюсь, что нет Так, ну, поехали Рыба ловить Вот тут вот На мелкую рыбку Скат Фигаси ты здоровый Скот Так у меня никакого места На вас не хватит А, вы уже и закончились А, что... Минуточку Кого мне там хотели? Энциклопедия Скат Мелководные Вкусные Требуют крайне аккуратной Крайне аккуратной готовки А, погоди Поручение Мне нужно камбала и угорь Блин, наверное Они бы вон там Мелководили А что мне делать Если я сломлю рыбу А у меня, типа Место Ладно Сейчас посмотрим Вот камбала Подожди А как так-то? Она ровно 4 места Занимает, да? Да Да Ну Нет О, погоди Вращать Точно Пойдем А вдруг Еще и угря Там Достану Вон Вот тут В прибрежных Водах Я забыл Что я могу Упрощать Да, угорь Отлично Дружище Я тут даже Еще одного Все Все Хорошо Стой, нет Фу Блин, чуть не ударился Мне этого вполне хватит Мне бы место На самом деле У меня, оказывается Апгрейд Место Просто необходим Интересно, сколько Будут эти скаты Стоить Так, дорогой вот Поймал я рыбу У моего заказа Да, поймал А оставь У меня пока то, что есть Я Попридержу заказ До готовности Ну, хорошо Доставить Ладно, заходи Как поймаешь Ну что, вернемся К нашим баранам Вернемся Так, а я же Я его выполнил Не выполнил Офигеть Сколько оно стоит Надеюсь Чайки Не доберутся Так А что По Заказу Сейчас Здесь Щирополос На полке Прочитаны Надо Прочитать Да Прочитать Тени Так А Вы читаете Когда коротаете Время Выбрано Для чтения Все Я понял Энциклопедия Хе-хе Тут такая Серый Угарь Мутанты Тут Океан Штормовые Соли Так Вроде Все Прочитали Хорошо Получается Отдохнуть Я читаю Книгу Сейчас Или нет Штормовые Ну-ка Каюта Хорошо А как я Та-та Коротаю Время Извините Исследования Этого Этого У меня Нету Я что-то Не вижу Выбрано Для чтения Книжная Полка Сообщения Нету Карта Мне пока Не надо Поручение Поручение Погоди Я же ему Там Еще раз Придется Их Ловить Хорошо Знаете Че Давай Отчаливаем Поймаем Еще одну Камбалу Еще одного Угря По идее Оно и то И то Должно Быть Просто Я ему Вроде Как Отдал Он Вроде Как Принял У Мне прилично Так уже Более-менее По деньгам Было Я могу Купить Какой-то Апгрейд Но я Сначала Выполню Вот эту Всю Ерунду Так Раз Два Запасы Истощены Супер Ну Не супер Конечно Но Что Есть Да Я могу Еще Вот Это Половить Есть Еще А Запас Истощены То Есть Оно Просто Через Некоторое Время Заново Появляется Потихонечку Они Спавнятся Ну Грубо Говоря Торговец Да Поймал Оставь Оставь У меня Пока То Что Есть А Мне Тут Выгрузить Надо Было Тьфу Ты Блин Я Вот Этого Не Понял Я Понял Хорошо Все 54 Отлично Бакубарь Должно Понравиться Мне Поехали Зачем Заказ Немного Пару Кальмаров И одного Черного Группера Мало Кто Ловит Они Выходят Только Ночью Ты Знаешь Какие Здесь Ночи Удачи Нашел Одну Княженцу И Посмотреть Может Пригодится Ага Так Это Я Пока Все Продаю Достаю Из-под Прилаком Эту Книгу С Взмок Шеблос К Замечаете Пару Приливших Чешуек Каюта Прочитано 35% А Это Ну Хорошо Раз Оно Само Читается Тогда Ладно Корабельный Телмастер Итак Я могу Поставить Второй Движок На 363 Бакса 750 Люминов 500 500 Попробуй Немножко Ночью Выйти Я не знаю Как это Все Будет И Движок За 200 Я бы Купил За 200 А не Который За 150 Ну-ка Ага Вот Фонарик На 150 Люм Все Я понял Начинает Темнеть О, кальмары А кальмары И кого Еще Там Надо Было А так Время Идет Так Вроде Не Идет 76 Нормально Нормально Оно Само Читается Хорошо Поручение Два Кальмара Один Черный Группер А Черные Группер Это Голубая Скумбрия Увеличит Уровень Паники Нет Это Кальмары А я могу Сначала Один Кальмар Отдать Потом Торгуется Рыбой Да Оставим Мне пока То что Есть Ага Оставим Мне то что Есть Супер К остальному Можно будет Вернуться Позже Хорошо Ладно Заходи Пока Как поймаешь Ну что Вернемся К нашим Баранам Так F F F F F 148 В принципе Денежка Есть Давайте Отдыхаем До утра Отчалить Сохранение Прошло Не прошло Ну-ка Погодите Выйти Если хотите Выйти Если Последний Ваш В 0 47 Ну в принципе Да Подтвердить Сейчас посмотрим Где мы Загрузимся Продолжить День 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 Пятый 6 Утра Да Отлично Хорошо Что у нас По Поручения Два кальмара Один Группер Я привез Скамбалу И Угря Нужно Поймать Два кальмара Циклпедия Вот кстати Кальмары У нас Открылись Если мы зайдем К торговцу Не поймем Как ты этим Занимаешься Возможно Потом у него Поется диалог Про черную Вот эту Группию Группию Хорошо Думаю На этом Тогда будем Заканчивать Пишите Что вы думаете Обязательно В комментах Заходите В дискорд Тоже Обсудим Было бы Интересно Я думаю Что я буду Продолжать Играть Мне очень Понравилось Как тут Все Выглядит Такой Своеобразная Атмосферка И поймать Тут можно Я понимаю Совсем Другой Не только Рыбу Пока что На этом Все Спасибо Что были С нами Всем удачи Добра Бобра Всем молодушек И всем Пакета Субтитры Редактор субтитров